приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 11 апреля поговорим о народном празднике в этот день поговорим о церковном празднике также почему этот день у нас с вами великий день и поговорим о том чего категорически нельзя делать по народным приметам друзья далее все более подробно в этом видео так 11 апреля по народным приметам наши предки судили и о погоде и об урожае в православии в этот день почитает священному ученика марка епископа арифусийского святитель был рукоположен в стан епископа в период правления константина великого святой прославился ревностной борьбой с идолокопоклонством и своими руками разрушил языческий храм на месте которого возвел христианскую церковь когда в 361 году к власти пришел юлиан отступник решивший возродить язычество гонители христианской веры начали подвергать мучениям многих последователей истинной веры вспомнили они и про святителя марка начав его разыскивать узнав об этом святой добровольно отдал себя в руки палачей его предали жестким мукам поношением и издевательством которые престарелый святитель перенес стойко видя кротость мученика жители города отпустили его на свободу позднее многие из них обратились к христу скачался священномученик около 364 года также в этом году 2023 году 11 апреля проходят великий церковный праздник великий вторник или вторник страстной седмицы великий вторник или страстной вторник так называется второй день последней недели великого поста и вообще вся неделя это называется страстной так как в это время вспоминаются последние дни иисуса христа считается самой строгой и имеет множество традиций как православных так и народных в этот день верующие христиане вспоминают такие события как обличение иисусом христов фарисеев и книжников а также притчи о дани кесарю воскресенье мертвых страшном суде кончине мира десяти девах и талантах верующему христианину который старается соблюдать все церковные каноны полагается в этот день посетить церковь читать молитвы изучать христианские книги великий вторник верующие продолжают готовиться к празднованию светлой пасхи в этот день хозяйки продолжали наводить порядок в доме чтобы дом не был захламлен им тщательно перебирали вещи и избавлялись от ненужных особенно важно выбросить сильно поношенную одежду и посуду у которой есть даже небольшие сколы потому что по народным поверьям наличие такой посуды в доме сулила болезни и неудачи его обитателям великий вторник прекрасно подходят для того чтобы заняться и благотворительностью в целом в период этой недели последней недели перед пасхой нужно очень внимательно относиться к тем кто слаб или нуждается в помощи ни в коем случае не отказывать в ней во второй день страстной седмицы верующие также соблюдают с великий пост ограничиваясь растительной пищей без масла продолжают действовать запреты на развлечения также выяснение отношений обсуждения и других людей и вы знаете православные традиции 11 апреля тесно сплелись с народными ворованиями в народе этот день 11 апреля прозвали берещенье и 11 апреля наши предки отмечали именно праздник березы конечно же в народном календаре этот день получил и другие названия такие как день березы марка в день иван пустынник или кирилл но давайте вернемся к этому дню и поговорим о самой березе дело в том что береза исконно народное дерево одно из самых почитаемых со времен руси она символизирует жизнь здоровье и свет поэтому наши предки 11 апреля посещали березовые рощи обнимали стволы деревьев прислушивались к сака движению если сока много то это говорило о том что скоро окончательно потеплеет по народному поверью 11 апреля нужно было собирать березовый сок если уделить сбору сока именно этот день то напиток будет долго храниться и поможет в исцелении от различных болезней береза это сугубо женское дерево которое с давних пор наши предки очень почитали и любили и сегодня это дерево является символом россии береза это дерево доброй силы которая сохраняет и отдает животворную частицу солнечной энергии энергия березы льется ровным мягким и полновесным потоком однако своей энергетикой березка одаривает только тех людей чья душа открыта для света дерево любит искренних и добрых людей приходишь к нему приходить лучше всего в березе именно на рассвете или в первой половине дня вы знаете береза снимает усталость нейтрализуют последствия повседневных стресса способствует восстановлению душевной гармонии и с этим деревом с березой связано немало народных примет береза посаженная рядом с домом защищает его от молнии отпугивает зло и привлекает благополучие в семью чтобы защитить свой дом от молнии ветки березы складывали на чердаке а вот для получения богатого урожая в поле втыкали березовые ветки под порогом новой конюшни закапывали обязательно березовое полено чтобы кони водились а сложенные на огороде березовые ветки отгоняют от капусты гусениц если береза позеленела то через пять-шесть дней температура воздуха станет выше 10 градусов через неделю после развертывания березовых листьев можно уже было и сажать картофель если на березу повесить убитую зиме змею то считается что пойдет дождь а погибшие девушки превращаются в березы кроме того в этот день наши предки ломали почки у красной бузины и калина а также черной смородины смородины и в борьбе с вредителями такие почки обливали раствором чеснока а знахари березовым соком лечили болезни желудка а также чистили кровь собрали глубине рощи куда не каждый пойдет дома на него наговаривали специальные слова и обязательно давали больному очень скоро он шел на поправку также 11 апреля в этот день если у дома еще не было посажена березка и и обязательно высаживали ведь она по народным приметам привлекает семейное благополучие и отпугивает нечистую силу береза считалась женским деревом поэтому сегодня она помогала именно прекрасному полу и чаще в любви и в делах сердечных также народные приметы нам говорят о том что если 11 апреля солнце прячется за тучами то скоро начнутся дожди плывущие высоко в небе белые облака солят солнечную и теплую погоду в ближайшее время лето будет ненастным если к этому дню березы дают много сока большая удача железно ждет того кто в этот день увидит белую птицу что же можно делать в этот день 11 апреля наши предки верили что если на береженье 11 апреля удастся испить хоть немного свежего березового сока жизнь будет долгой и счастливой потому ранним утром жители деревень и сил уходили в леса и рощи добыть живительной водицы считалось также что 11 апреля открываются врата в мир духов они готовы исполнить любое доброе желание ничего особенного для этого загадывания не требуется достаточно подойти к березе обнять ее и потом подумать о том чего хочется более всего из собранного березового сока на праздник готовили сбитни с медом и приправами по преданию этот горячий напиток мог излечить даже самого тяжелого заболевания не говоря уже и про обычную простуду также обращаем ваше внимание что в этом году 11 апреля у нас с вами второй день страстной седмицы поэтому в этот день ни в коем случае нельзя развлекаться громко веселиться петь и танцевать ходить в клубы и рестораны также в этот день не стоит охотиться ловить рыбу резать домашнюю птицу и скот в этот период не рекомендуется и супругом вступать в интимные отношения не стоит заниматься в этот день рукоделием только если это не изделие для пасхи нельзя готовить много блюд это может лишить хозяйку сил также в этот день по народным приметам нельзя делать заготовки еды на несколько дней вперед иначе согласно народной примете хозяйка решившая нарушить запрет и подстраховать себя на кухне может серьезно заболеть кстати даже намечающиеся на следующий день семейное торжество не повод готовиться к нему заранее лучше встать 12 апреля пораньше и приготовить уже все что ума планировалось или же вовсе устроить праздник в кафе запрещается на берещине просить у березы символа этого дня обладающего сегодня большой магической силой выполнить слишком много просьб иначе это капризное дерево может обидеться и сделать все наоборот в жизни просящего начнутся серьезные проблемы путаницы скандалы и ссоры нельзя сегодня сидеть и у плакучек и в как считали наши предки марка в день возле них находятся души умерших которые спустились повидать приход весны тот же кто нарушит их отдых может быть серьезно наказан по ночам в дом станут приходить темные силы и пугать спящих или же мертвые родственники начнут в каждом сне появляться и рассказывать страшные истории после такого ночного отдыха у человека может развиться бессонница и страхи нельзя в этот день мочить ноги в водоемах иначе русалка вынырнет из воды и утащит на самое дно считается что в этот день 11 апреля не нужно сушить и белье на улице так можно притянуть свою жизнь чужие проблемы и болезни не стоит в этот день и стричь волосы иначе скоро они начнут выпадать ну а чтобы в жизни и началась череда проблем 11 апреля не советую расчесываться чужой расческой также в этот день ни в коем случае девушкам нельзя вплетать в косы белые ленты этот цвет принадлежит сегодня березам которые могут обидеться что кто-то решил сегодня выглядеть так же прекрасно как и они у той кто нарушит данный запрет начнут волосы выпадать или же еще какая-то беда случится что придется обрезать свои длинные косы кстати по этой же причине не стоит вплетать волосы белые коня колонны если в эту дату в дом пришли гости им нельзя позволять мыть посуду иначе от хозяев дома отвернется финансовое благополучие наши предки считали что в этот день нужно убрать подальше в шкаф теплые вещи чтобы холода не вернулись до следующей зимы если человек с кем-то в ссоре то в марков день с ним советуют помириться иначе есть риск всю жизнь остаться врагами те кто родились именно 11 апреля рождаются под знаком зодиака овен такие люди обладают хорошими организаторскими качествами и лидерскими способностями поэтому нередко занимают руководящие должности при этом овны постоянно стремятся помочь окружающим они очень общительные легко вход в доверие и умеют сглаживать любые конфликтные ситуации люди которые родились 11 апреля они добры и покладисты в качестве берега им следует носить корунт и циркон друзья вот такой у нас с вами интересный насыщенный день 11 апреля как вы видите и по народному календарю и по народным приметам а также по церковному календарю не забываем что мы сами готовимся к великой пасхи который мы с вами уже встретим буквально через пару дней а именно воскресенье 16 апреля помним о том что у нас в четверг 13 апреля чистый четверг не забываем готовиться выполнять все традиции и приметы которые нам завещали наши предки друзья с вами как всегда был канал эзотерика для тебя обязательно подписывайтесь на наш канал обязательно ставьте лайк этому видео обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому желаете мира любви гармонии пусть они также знают об этой важной и ценной информации друзья но а прямо сейчас на экране в виде два прямоугольника это следующие рекомендованные видео для вас нажимайте на то виде которым на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите там много важной ценной нужно интересной информации всех вам благ